Здравствуйте! В эфире сейчас в регионе в студии Олеся Кокина. В Северодвинске в этом году заменят 144 лифта. Работы проведут за счет средств регионального фонда капитального ремонта. Это стало возможным после того, как были внесены изменения в областной закон. Новое лифтовое оборудование установят в 32 многоквартирных домах. Сейчас проходит аукцион для определения подрядчика. Срок для выполнения всех работ – 210 дней. Отдельно определяет и организацию, которая займется строительным контролем. Напомню, массовую замену лифтов в городе Корабелов проводили в последний раз 6 лет назад. Тогда в Северодвинских многоэтажках установили 26 новеньких лифтов. Ежегодно сотрудники ГИБДД в предпраздничные и праздничные дни наблюдают повышение количества ДТП с участием пьяных водителей. Для профилактики подобных случаев во время празднования Дня Победы архангельские полицейские в очередной раз провели акцию «Трезвый водитель». По команде начальника полицейские разом останавливают около десятка первых попавшихся машин. Вот так внезапно их владельцы стали участниками акции «Трезвый водитель», которую проводил городской ГИБДД. Сегодня проводится операция «Трезвый водитель». Необходимо проверить у вас документы в соответствии с правилами дорожного движения. Сознательным водителям бояться нечего. Никаких специальных тестов или испытаний полицейские не проводят. Только проверяют документы. Но если автолюбитель окажется в состоянии алкогольного опьянения, либо допускает другое нарушение правил дорожного движения, то сбежать от ответа уже не получится. Основная цель данного вида мероприятия – это исключить из потока движения транспорта водителей, находящихся в нетрезвом состоянии, выявить другие грубые нарушения правил дорожного движения. Такие как управление транспортным средством без права управления, перевозка детей без детских удерживающих устройств и так далее. В ГИБДД подчеркивают, что акция носит профилактический характер. И задач найти как можно больше нарушений перед инспекторами не ставится. Люди в основном реагируют положительно на данную операцию, интересуются, почему так много сотрудников полиции. Накладывки, эксцессов практически не бывает. Операция «Трезвый водитель» проводится регулярно, не реже одного раза в месяц. И она хорошо себя показала. Считаю, неплохо, хорошо работают. Ребята вежливые, культурные. Больше безопасность, чтобы по дорогам больше здесь спокойнее. Чтобы ловили пьяных водителей и чтобы не нарушали. Всего за период с 5 по 9 мая сотрудниками Архангельского ГИБДД было оформлено 46 протоколов об управлении автомобилем в нетрезвом виде. При этом шестеро нарушителей уже были без прав. Еще выявлено 1911 случаев более легких нарушений ПДД. Михаил Меньшанин, Денис Линчевский, Архангельское телевидение. Работа полицейских по выявлению пьяных водителей действительно дает результаты. Например, в Котласе в течение года второй глава Бочегутского административного округа Николай Гамзиков лишен прав управления за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Год назад на этом же попался его предшественник Александр Тихонов, который после скандала был вынужден уйти в отставку. Подробности у Александра Фомина. Николай Гамзиков, вечный заместитель главы поселка Железнодорожников, воцарился на троне Вычегутского округа менее года назад, сменив Александра Тихонова. Прежний поселковый начальник в феврале 2016-го написал заявление об уходе после скандала, разгоревшегося в результате отказа пройти им медицинское освидетельствование на состояние опьянения при управлении автомобилем. Имея такой наглядный пример перед глазами, ровно год спустя новый поселковый глава Николай Гамзиков в неустойчивой позе с запахом алкоголя и нарушенной речью предстал перед сотрудником ГИБДД. От прохождения экспертизы он, по примеру предшественника, отказался. Все идентично, за исключением одного «но». Очень интересно, почему котловская пресса не осветила данное событие. Про Тихонова очень быстро весь город и поселок узнал. А тут тишина. Очень странно. Может, в Ичигодском воздух особенный? Расслабляющий? Вот главы и расслабляются. Ничего не скрываю. Было такое. Двигался по улице Энгельса на светофоре. Вот зеленый, мигающий там человек остановился, вкреди меня двигался. Я немножко штукнул. Вот так касательно, что я среагировал. И потом работники ГИБДД подъехали. У матери этот праздник был накануне. А я получил это так, что за пашком. Будет ли решение градоначальника в отношении Гамзякова идентично тому, что было с Тихоновым, покажет время. Суд же счел Николая Петровича виновным. Ему предстоит выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. И на протяжении полутора лет передвигаться в качестве пассажира на служебном автомобиле. Если при службе он все-таки останется. На другим темам в Архангельске открылась летняя навигация. Со вчерашнего дня на водных объектах Архангельска, Северодвинска и Новодвинска, а также в Онежском, Холмогорском, Пинежском и Приморском районах разрешено плавание маломерных судов. Напомним, в южных районах области судоходная кампания стартовала 29 апреля. Последними летнюю навигацию откроют Мизенский, Лишуконский и Приморский районы. Там выходить на лодки с мотором будет позволено с 15 мая. ГИМС предупреждает, вода еще очень холодная. Судоводителям стоит быть предельно осторожными. В Архангельске уже начались несчастные случаи с маломерными судами. Как пример могу сказать, 1 мая в Каргопольском районе два рыбака на лодке не справились с управлением. Хотели долить в мотор судно, но не рассчитали равновесие. Лодка опрокинулась, упали. Одного человека до сих пор найти не могут, второго спасли. Кроме того, в Архангельске на линии вышли пассажирские речные теплоходы. В этом году будут работать 9 направлений. Расписание внутригородских, пригородных и местных линий осталось таким же, как в прошлом году. И все-таки главная тема сегодня – праздничное послевкусие. День Победы Архангельск отметил масштабными торжествами. 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне Архангельск встретил не самой весенней погодой. Однако северян холодом не испугать. Сотни архангелогородцев пришли на площадь мира, чтобы разделить гордость и радость Победы с ветеранами. День Победы 45-го и первый парад врезался в память каждого из них. Я День Победы отмечал два раза. 1944 год, 9 июля. Первый парад, который был в городе Минске. Ну мы, пацаны, раз-раз прорвались. И второй раз парад – это все в Минске. 24 июня 1945 года уже. Здесь же на площади мира проходит праздничный парад. Копию «Алого стяга Победы» проносят перед 15-ю расчетами. В одном строю офицеры силовых структур, кадровые военные, кадеты и юнормейцы. Всего в торжественном построении задействовано свыше пяти сотен человек. В этом году впервые в параде участвуют два женских расчета – из регионального Уфсина и морского кадетского корпуса. Традиционная минута молчания напоминает – победа над фашизмом обошлась дорого. Из Архангельска на фронт призвали больше 300 тысяч человек. Каждый третий не вернулся домой. Эту победу ковали все. От мала до велика. На фронтах и в тылу. И мы победили. Победа над фашизмом несет не только светлую радость, но и чувство долга. Торжественный митинг завершился возложением цветов к вечному огню. Расчеты действующих военнослужащих в парадном шествии направились к Троицкому проспекту, где присоединились к Бессмертному полку. Бессмертный полк – визитная карточка празднования Дня Победы в наши дни. Вчера в Архангельской области в его ряды встали более 40 тысяч человек, в том числе свыше 12 тысяч в столице региона. Участников шествия построили в 20 колонн ветераны войны, дети, опаленные войной, сотрудники МВД, Росгвардии, железнодорожники, родители с детьми. Только в Архангельском бессмертном полку есть медицинская рота. А в этом году впервые курсанты Архангельского морского института имени капитана Воронина пронесли 100 штендеров с портретами участников северных конвоев из Великобритании, США, Франции и, конечно же, России. Со мной известный Борис Евгеньевич Ясинский, который участвовал в северных конвоевах. Свои колонны бессмертного полка прошагали 9 мая в Новодвинске, Котласе и Нарьянмаре. Чем еще запомнится праздник жителям, расскажем прямо сейчас. В Новодвинске изюминкой праздничной программы стали агитбригады. Передвижной концерт привлек внимание горожан и напомнил о фронтовых традициях. Боевой дух солдат на фронтах Великой Отечественной поднимали артисты со всей страны. Песня была и остается верной спутницей героев. О, мир во мне ведь темно, дарится чувство и отбердать. Хорошо выступает, молодцы. Вот и пришли посмотреть. Спасибо. На юге области праздник Победы выдался задорным и здоровым. Котлашане включились во всероссийскую акцию «Рекорд Победы-2017». Все желающие могли внести свою лепту отжиманиями. В этом году отжаться нужно было 26 298 раз. По одному за каждый прожитый мирный день. В Нарьянмаре главным событием стало шествие бессмертного полка. По улицам центра Ненецкого округа и других поселений прошли 8 тысяч человек. Несмотря на то, что День Победы выдался холодным, в Нарьянмаре столбик термометра опускался до минус 10. На улицу вышли семьи с детьми, трудовые коллективы и школьники. Рекорды, которые поставили участники массового лихотетического забега в Архангельске, Майской эстафеты, конечно же, тоже были посвящены 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Заявки на участие подали 2078 спортсменов и 212 команд. По словам организаторов, это рекорд. Первыми на старт вышли дошколята. На протяжении 9 забегов они срывали аплодисменты и голоса родителей. До верхней ступени пьедестала почета добежали малыши из детского сада номер 135 «Дюймовочка». Мы там бегали, тренивались, нагоняли друг друга. Мы сейчас стали более сплоченные, более тренированные. И большое желание было. Шли к победе. Команда единая. Один за всех. И все за одного. Следом за дошколятами только уже на дистанцию в 4,5 километра ушли сборные команды представителей СУЗов и ВУЗов. Самыми массовыми получились забеги школьников. Палочку по 11 этапам передавали представители 91 команды. Лучше других с этой задачей справились фавориты девушки из 28-й школы и юноши из Архангельского государственного лицея имени Ломоносова. Это все новости к этому часу. Полная информационная картина дня в 19.20 на телеканале ТВ-Центр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова